x5 диалог 2023 продолжает свою работу и продолжаем говорить о стратегии действия компании в следующем году и то как сейчас уже работает развивается x5 владимир здравствуйте наталья добрый день x5 сейчас представляет крупный бизнес много проектов внутри и достаточно большую группу активов от стартапа до сети какие стратегические цели по развитию группы вы ставите как оценивать работу компании в этом году спасибо за вопрос но на самом деле это действительно группа активов но нужно понимать что это не просто набор бизнесов это группа актив который собой очень сильно взаимосвязанным наша модель это модель клиентского пути то есть мы понимаем что покупатель ходит не только в наши магазины он также сталкивается с темой еды в цифровом поле мобильных телефонах он заказывает продукты его интересуют программы лояльности он выбирает магазины до похода в магазин наша идея была в том чтобы создать набор бизнесов и сервисов вокруг собственно нашего основного бизнеса для того чтобы повысить лояльность покупателей и в конце концов обеспечить то что они придут именно в наш магазин сегодня и эта модель работает мы сегодня видим что результаты ее нас полностью устраивает мы продолжим развивать наши оффлайновые сети сегодня это уже большое количество сетей мы сегодня упоминали что это и пятерочка и чижик перекресток это теперь виктория это слата ряд других мы также продолжим развивать наши цифровые сервисы это в первую очередь это программа лояльности x5 клуб это доставка x5 digital которая сегодня также является одной из лидирующих на рынке сервис подписки и соответственно наши медиаресурсы такие медиаплатформа food.ru и ряд других с точки зрения того как мы этим управляем но это действительно такая операционная модель что каждый наш бизнес является так и самостоятельно бизнес-единицей которые по понятному алгоритму взаимодействует с другими бизнесами внутри их 5 это экосистема вы знаете мы я бы не стал бы использовать этот термин потому что все его трактуют по-разному но я точно могу сказать что у нас все наши бизнесы так или иначе направлены на усиление нашего основного бизнеса и нашей доли на рынке что касается задач стратегических целей мы продолжим расти мы стремимся быть лидером во всех сегментах присутствия сегодня в сегменте магазинов у дома и в супермаркетах мы уже лидер сегменте жестких дискаунтеров но мы недавно начали нам предстоит поработать но через несколько лет мы также индуем на лидерские позиции и другой вопрос что мы как я уже сказал мы продолжим развивать сервисы и бизнесы вокруг клиентского пути в еде и мы продолжим работать над эффективностью потому что сегодня это один из ключевых факторов с теми темпами роста и амбициями которые все x5 безусловно мы должны быть лидером не только по выручке мы должны быть и лидером по эффективности на чем тоже очень серьезно работа на тему эффективности онлайн остается стратегическим приоритетом x5 ведь все-таки там сейчас насчет эффективности всегда как трудная задача эти онлайн безусловно остается в числе приоритетов почему потому что онлайн это не отдельный бизнес это необходимая потребность наших клиентов большинство наших клиентов онлайне это покупатели которые также ходят наши магазины и в оффлайне и для них это естественная ситуация переключения в зависимости от каких-то конкретных обстоятельств но и нужно сказать что именно омниканальные клиенты которые покупают и в онлайне и в оффлайне это самый интересный для нас покупателей с точки зрения у тиви и с точки зрения в целом до тех результатов которые они приносят нашей компании поэтому конечно продолжим развивать а что касается эффективности но как я уже сказал мы у нас нет задачи строить какой-то отдельный бизнес мы не играем в те как говорится модели капитализации быстрорастущих убыточных бизнесов которые там на рынке присутствовали раньше он присутствует до тех пор мы строим эффективную бизнес-модель опираясь на нашу инфраструктуру и могу точно сказать что у нас это наши первые шаги здесь начальные они положительные у нас это получается мы продолжим развивать владимир недавно были новости о том что запустили весь запутался проект из 5 это у медиа каким образом вы работаете с поставщиками в этой части в части цифры и расскажите как и чем такие продукты могут быть полезны поставщика знаете это мы считаем что это начало большого пути большой истории потому что сегодня действительно если мы посмотрим весь спектр коммуникации с клиентом который мы обладаем то он существенно если наши магазины приходят порядка 15 миллионов человек в день а месячная аудитория всех наших цифровых каналов включая приложения и сайт food.ru она приближается к 30 миллионам это большие цифры и у нас есть возможность дать нашим партнерам для как бы открыть для них возможность продвигать свои продукты через все эти каналы понятно что для этого необходимы и технологические и организационные и еще ряд других решений которые мы сейчас работаем но мы абсолютно уверены что сегодня являясь фактически наверное лидером по охвату аудитории в стране даже и сравнить нас с ведущими социальными сетями мы конечно же хотим использовать эту возможность и хотим использовать не просто так а хотим использовать именно для наших партнеров поставщиков до для того чтобы у них появились новые каналы продвижения ну и соответственно это и возможность для нас усиливать наш основной бизнес и владимир завершение а какие перспективные новые направления работы вы видите для себя и для развития из 5 групп знаете про мы в первую очередь как я уже сказал мы продолжим развивать наш основной бизнес мы вот я упомянул про эффективность мы провели вот последние несколько лет много времени и усилий посвятили цифровой трансформации до для того чтобы автоматизировать начать часть процессов сейчас мы видим следующий шаг это именно использование инструментов искусственного интеллекта которые с нашей точки зрения будут следующим таким серьезным рывком в больших операционных системах таких как x5 и вы знаете что давление сегодня на стоимость линейного персонала очень высокая и это заставляет нас более активно политизировать решения которые помогают нам в том числе оптимизировать численность персонала сегодня мы продолжим развивать территории на которую мы не так давно давно вышли то есть это и владивосток это калининградская область и там у нас ну будет достаточно активное развитие мы развиваем онлайн мы в большей степени сегодня будем фокусироваться на москве с санкт-петербурге то есть основные городах но конечно региональное развитие нашей экспресс-доставки будет продолжаться поэтому дальше говоря о том что вот наша сегодняшняя композиция форматов и брендов она не конечно мы будем рассматривать новые сделки по приобретению других сильных игроков регионов мы также будем работать над пилотами и тестами в других форматах на в сегменте рынка еды поэтому у нас достаточно большая стоит работа активная и мы исходим из того что задача по таким быть флагманом и лидером продуктового тела на российском рынке она на нас остается и мы всячески будем соответствовать этой роли спасибо большое успехов вам 5 диалог продолжает свою работу изучайте материалы по итогам мероприятия а